Мы пришли сюда возвестить великую миссию, которую Бог дал. Самая великая радость, что Иисус умер за грехи людей, распятый и воскрес. Мы пропагандируем добро. Без руга не только, чтобы ни одного матерка не было. Договоримся? Нет, абсолютно, конечно. Так, мы не пропагандируем, мы выполняем волю Божию. И Господь говорит, идите по всему миру и проповедайте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Миллиарды дизлайков ему. В огне. Я вам привезу там что-нибудь. Так, что хотели узнать, говорите. Я могу там макароны или что-нибудь там грейку привезти. Ничего не надо, у нас все есть. Я самый богатый человек, как мне можно помочь? Духовно, да. Да. Представьте себе, что мне 81-й год. 81-й. Да когда моя биография считает, люди говорят, у вас как у Солженицына. Я за слово Божие отбыл в пяти тюрьмах и в лагере. У меня вышло последние 9 лет 38 томов книг. В бумажках. А детки есть у вас? Да вам это не нужно и знать даже. У нас ни одного аборта, ни одного развода нет. Ни одного. Мы строим православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Одна. А уничтожена за последние перестройки только в Российской Федерации 31 тысяча сел. За время перестройки в Российской Федерации совершено 120 миллионов абортов. Держка. Вы зрячий? Я отвечаю. 120 миллионов. А во Вторую мировую войну во всем мире погибло только 55. Это две мировые войны в вагине и в животе женщины погибло. И Путин выступает, сейчас отвечу, в федеральном собрании Владимир Владимирович Путин говорит половину собрания о демографической катастрофе в России. В среднем 1,7 ребенка на семью. А у мусульмана 8,1. Я могу приехать и увидеть вас лично? Вы говорите, тогда не перебивайте. Я буду слушать, говорите. Да, я говорю, я могу приехать и увидеть вас лично и куда приехать, просто не скажите. А зачем? Ну как зачем? Вы мне вот просто рассказываете какие-то интересные факты и доводы, да? То есть мне нужны... Ну это можно и сейчас тут узнать, вы спросите, я вам отвечу. Я хочу приехать пожать вам руку, если вы действительно... Да чего мне ее сжать руку-то? Она занята все время, моя рука. Ее сжать не надо. Ну вот как-то это очень интересно будет. Знаете, интересно многое. А нужно делать полезное, что Бог повелел делать. Не руки сжать, а написано, не приветствуйте никого на дороге, чтобы время не тратить. Ну так вы не прославную тему сваливаете, да? А вот как бы не готовы со мной встретиться. Потому что я приеду и посмотрю... Вы не приедете, не посмотрите. Значит, пустословок мы не любим. Зачем? Время тратить. Сейчас я гляну. Принесли. Так. К соседям кот убежал. Мы делаем то, что должны делать все люди. А где вы находитесь, скажите? Так, подожди, подожди, подожди. Ну-ка. Давай покажем тебе. Вот он где. Он какой. Давай, иди. Ну ладно, кот у меня тоже есть. Скажите мне, где вы находитесь? Вам зачем это нужно знать-то? Ну, я приеду. Если я эти следы... Да вы не приедете никогда. Я не люблю пустословить. Зачем пустословить? Я же вижу. Вы, может быть, говорите... Это же пустословие... Ну, когда вы приедете, когда вас не приглашали. Незваный гость хуже татарина. Поговорка говорит. Я приеду. Ну, еще... Ну, я татарин. Попался под поговорку. Иди, беги, гуляй. Да, то есть вы меня как бы... Я вас не знаю. И написано перед каждым, открывай дверь. Если вы мне скажете, где вы живете, я привезу вам каких-то там... Какой-то, не знаю... Нам ничего не надо. Знаете, я привезу, я дам. А я ни в чем не нуждаюсь. Куда ты дашь? Когда... Я... Не надо. Я сам помогаю, кому надо. Я очень богатый человек. У меня пенсия еще два месяца назад была. 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. Охуеть. Вот, говорили не ругать. Все. Сейчас мы встретились. Как зовут? Ну, я скажу тебе, Иван Васильевич, что это из Деменеца? Я вам показываю великую книгу мира. Что нас Господь призывает. О любви Божией. Что Иисус умер и воскрес. Вот смотри, дед, вот у меня у тебя такой вопрос. Вот смотри, вот ты же веришь в Бога? Только без Бога. Чтобы не было матерка ни одного, запомни это. Да, да, да. Вот ты веришь в Бога? Да, я верю в Бога, поклоняюсь и служу Ему. Вот смотри, вот если такая ситуация сложилась. Вот у меня, вот я живу, да, и у меня жизнь проходит, но она как-то, ничего в ней не меняется. Так, подождите, вы не ешьте ничего, пока говорим. Не надо это, неуважение такое. Не шерестите там. Определенно спрашивайте. Я отвечу вам на любой вопрос. Вот я живу, и у меня в жизни ничего не меняется. Ну, я как бы, ну, не работаю. Я встретил девушку, с которой я потерпел поражение, ну, расстался с ней. Ну, есть такие моменты, вроде бы, как бы, я добрый человек, там, я люблю людей, там, и так далее. Ну, бывает, я поступаю неправильно, я поступаю так, как, ну, не знаю, не сказал бы, что хорошо, как бы, грехи есть свои. Вот, но при этом, при этом я хочу, чтобы люди меня поддерживали, как бы, вот, чтобы были рядом со мной, люди меня ставили так, что я как будто этого не заслуживаю. Я вам отвечаю, вы допустили в этом разговоре уже несколько ошибок. Каком? Ну-ка, послушаю. Внимательно слушайте. Никогда не пейте и не ешьте перед экраном. Никогда. Почему? Неприлично. Вот я вёл занятия в пяти университетах, в тринадцати школах, и за десятки лет не позволил стакан на капитул поставить. И всё. Второе. Если она зналась с вами, она не девушка. Она, может быть, уже на вторую букву алфавита называется. Это в каком смысле? Чё, не знаешь, что такое? Вторая буква алфавита какая? Б. Б. А последняя буква, мягкий знак, что получится? Ну, нет, я не... Так вот, слушай, теперь, да, дальше. Если бы ты решил по-хорошему сделать, ты бы получил, в первую очередь, специальность. Быть востребованным. А у тебя я не работаю, а дети... Какие дети, когда себя не прокормишь? Не годится так жить. Вот у меня отец, он с фронта вернулся без руки. Вместе с мамой моей, они кончили полкласса. Нас десять ребятишек. Мальчишек пять и девчонок пять. Мы все с пяти лет уже то посли с отцом, то где-то работали. И поэтому вот такие слова, как вы говорите, у нас никто никогда не скажет. А почему? А она как за скалой за мною. Я не бритый. Это знак моей власти над нею. Она знает, что она всегда будет накормлена, и квартира у нее будет, и что угодно. Я работаю. Мне не дали власти работать. Я прораб. В органах МВД направлен был. У меня блестящая характеристика была. А я уверовал. И меня стали везде гнобить. Я сразу перешел на другое. Сорок лет пищи ложил. Кому дачу построить? Я должен быть мастер на все руки. И тогда моя жена ни в чем не будет иметь нужды. Любая, мы верующие, любая женщина льнет к тебе, помочь тебе. У нас сестры чистые. Ни о каких грязных отношениях нету, даже разговора. И поэтому в таком состоянии, как вы, а мне 81 год. Я ни одного дня не жил. Вот у меня была длительная поездка. До 20 тысяч километров мы прошли. У меня из печати вышло 38 томов. И мы подарили их в 650 городов. Из Барнаула до Владивостока и до Лиссабона. Так приехали. Меня обнимают сестры. Ой, одни мощи. А мы там, где ночевали в лесополосах, да везде-то. Готовили дымом пропавшее. И все у нас снимается. Они без улыбки не подойдут тебе. Поклонятся, обнимят тебя и поцелуют. Не жена. И плохого никто не подумает. Я обласкан, апсиран, нашатком в своем тубыряте, как в кресле. И ум мой блудом не источен, по-прежнему острый. Это мое стихотворение. О женщинах. Я женщинам всем благодарен и вдосталь, что мимо меня, не заметив, прошли. Взглянули лишь косы. Змеёй струили щекосы. Занозы в них не вошёл и нечего то ворошить. Да, вот как ты говоришь, дед, что в занозы ты не зашёл, а вот в меня как раз-таки в занозы и вошли. А мне уже не первый такой подходит. И вот жена ушла, там то другое, что делать. Работать надо идти. Не на сеновале лежать. Вот у меня выработка всегда была 280-300 процентов на двух-трёх работах. У меня ни одной копейки нету, чтобы я не заработанная была потом, мозолями. Ты сам себя не уважаешь, так делаешь. А как так? Я сократил сон до двух с половиной часов в сутки. Не больше. Остальное время в работе. Профессионал должен быть. Вот у меня вышло из печати 38 томов книг за 9 лет. Последние четыре книги, это мои стихи, 4 тома по 800 страниц. Каждая строчка занята. 36 строчек на странице эпиграфа из Библии. Вот зайдите на наш сайт. У меня самый большой в интернете YouTube-канал. 20 500 роликов. 46 миллионов просмотров. А мне 81-й год. 81-й. Ты знаешь, ты сейчас навязываешь мне канал какой-то. Мы сейчас разговаривать начали о чём. Так, вас как звать? Меня Вадим зовут. Вадим? Да. Ну, кажется, ты по переводу не говоришь. Мы сначала начали разговаривать об одном, потом мы начали говорить про канал. Да, 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 да. Мне интересно, как вы относитесь вообще к Богу и помогает ли он вам вообще. Сейчас я ещё вам покажу, что означает Вадим. Посмотрю. В. Есть или нет? Кажется, его имя-то это без перевода даётся. Вадим. Ну, так и есть. Нету. Персидское имя. Персидский архимандрит. Перевод не даётся. Почему, не знаю. Надо в Википедии смотреть. Это у вас не еврейское, не греческое, не латинское. Персидское. Вот Кирилл. Персидское. Солнце. Не, не Кирилл, а Вадим. Я знаю, я вам попутно говорю, что Вадим не указано, а Кирилл указано. Персидское. Так, вот, вы хотите поистине узнать, сколько вам лет? 21. 21. Вы совет хотите принять, и чтобы у вас жизнь изменилась? Ну, вы же не знаете, как у меня жизнь обстоит. У меня свои вопросы, как бы. Вот. У меня, я добрый человек, но в то же время я не ценю людей, не ценю маму, там, когда это нужно. Но в трудной ситуации мне становится тяжело, и я начинаю вспоминать свои проблемы, свои грехи. И начинаю, как бы, ну, не знаю, как объяснить. Как бы, я стесняюсь с незнакомым человеком этому. Так, не надо ничего, тайного не надо ничего. Теперь смотрите, вы слово «проблема» употребили. Что вы под этим понимаете словом? Проблема? Ну, да. Я исключил его из лексикона своих слов. Это та задача, это та задача, которую человеческий организм, он тяжело может восприять и как-то не может. Ну, я вам объясню, объясню. Это слово я выбросил, не употребляю. А вместо него ставлю два слова. Нерешённый вопрос. Вот. Ваше, как вы говорите, вот то другое. Если бы по моему характеру, вот так бы было мне, я бы разрешил, и очень быстро, в течение одного года следа бы не осталось. Хорошую работу, сразу поступить в институт где-то. Должен знать несколько иностранных языков. А то я хороший, я хороший, я добрый. А в чём это хорошба? Пусть тебя другие оценят. Ты должен всегда быть при деньгах, чтобы помочь нуждающемуся. А кому ты поможешь, когда не работаешь? Я понимаю, но я такой человек, я не вижу никакого интереса, смысла в жизни, изучать несколько языков. Потому что без Бога. Живи в Бога, ходи в Храм Божий, и будет смысл для Бога. А вот смотри, мне 81 год, Вадим, мы в день молимся 7 раз. И после каждого 100 поклонов. Вот, бабушки даются где-то. У меня всё время занято. Мы стоим все одинаково в 4.40. Утром помолиться, Слово Божие посчитать. В 4.40 всегда. Выходные, невыходные, в отпуске или где-то. Для Бога надо жить. А чего ты такой, как тухлая вода, на одном месте стоишь, как болото? Ты должен такой, чтобы живой родник бил из тебя. Встрятился, человек сразу меняется. Я тебе советую, первое, проверь себя. Больше бритвы в руки не бери, не брейся. Первое. А никаких почему? Потому что Бог так сотворил. Ты зачем под женщину подделываешься? Не стыдно? Это женщина без бороды. Ей должно быть так. Если у женщины растёт борода, понимаете, какие-то гормоны сбились. Эндокринная система по боку. Не трожь бритву. Второе. Сходи в храм Божий православный. Сходи на исповедь к священнику. И послушай, какой он даст совет. А я вам оставлю свой адрес. По скайпу зайдите, Игнатий Лапкин. Сразу на меня выйдите. Я вам дам самые дельные советы. Вы всё измените. Потому что я работаю с людьми ни день, ни два, 58 лет. Поэтому любой слой населения мне известен. Я начальник создал сам лагерь детский. 48 лет. Подрастающее поколение в моих руках. Тысячи детей без помощи, государство. Я должен кормить, поить, постели, дома всё им построить. И всё это было сделано. И кроме того, власть тебя гнобить будет. А ты будешь молиться за властей, за Путина, за всех. Не ругать, а молиться за них. Видишь как? А тебя тянет к этим стручкам твоим, там, шалушишь, сидишь. Не надо. Зайди по скайпу ко мне, я вам скину все наши ресурсы. Ваша жизнь должна измениться. А вы уже в апатии. Ещё курить, пить научишься. Наркотики начнёшь давить. Ладно, удачи вам, дядь. Спасибо за совет. Не просто, дядь, я Игнатий Тихонович Лапкин. Всё, удачи. С Богом. Давайте. Жду. Приходите по скайпу Игнатий Лапкин. Спасибо.